Устанавливай приложение, выполняй несложные задания и получай бесплатные орлы. Ссылка в описании. Мое всем общее почтение. Те, кто смотрели предыдущее видео, наверняка запомнили акт невероятного, чудесного спасения моей задницы вот этой самой машинкой. SPG FM 43-44. Тогда она мне показалась какой-то уменьшенной версией ГВ Пантеры. Ну, типа какой-то шведский вариант. Но на деле оказалось, что это шведская фугасная самоходка аж первого ранга. При этом стреляет она 150-миллиметровыми фугасами, в каждом из которых почти 6 килограмм взрывчатого вещества БР-1.7. Это какое-то безумие. Естественно, данная мощь избыточна для данного уровня боев. Бля, вы просто посмотрите на вот это жерло. Это не то, что жерло для снарядов. Это какое-то сопло от реактивного нахрен самолета. В общем, поскольку мощь этого танка значительно превышает его уровни боев, я подумал, а насколько вообще может быть крута эта машина в боях рангами повыше. На каких рангах данное орудие с данными снарядами все еще котируется. И именно это в сегодняшнем видео я и предлагаю выяснить. Каждый раз после каждого боя, возможно, двух, я буду повышать БР этой техники путем установки во второй слот более высокорангового танка. В общем, повышать БР на плюс 1. То есть сначала мы скатаем на 1.7, потом на 2.7, потом на 3.7. Ну, я надеюсь, что логика далее ясна. И, соответственно, посмотрим, что получится. В общем, правила я объяснил, но теперь погнали посмотрим, на что же способна эта тачанка. Так, ну что ж, начнем, естественно, на своем БРе. Дабы прикинуть, какой задел на фору можно будет дать в будущем с фугасными-то снарядами, других тут нет. В принципе, как видите, я настроен сегодня серьезно на нагиб и никак иначе, поэтому машину я закамуфлировал. Ибо фора форой, а преимущество преимуществом. И даже малейшие показатели тоже важны, поэтому и отключается растительность в игре у многих людей. И развешиваются по танкам кусты, как вот у меня и вот у этого товарища. Ладно. Больше дела, меньше слова. Давайте уже убьем кого-нибудь. Одна из горячо любимых мною карт, да, Карелия, я так понимаю. А, Кубань. Блядь, видимо, у меня не очень с географией, но судя по ландшафту, Кубань где-то недалеко от Карелии. Потому что, блядь, растительность и кратеры у них прям одинаковые. В общем, Кубань и Карелия регионы побратимы, ёпта. Вообще, главное на этой хренатеньке в засаду не заехать, потому что она не успеет повернуться вообще никак. Ее единственный шанс это первый видеть врага и первый на все удар. Это именно удар. Потому что выстрел из этой дуры приравнивается к ядерному удару. Блядь, это же сколько верст нужно вскопать по Кубани, чтобы врага-то найти, а? Вот серьезно. Блядь, какой-то дед партизан из кустов пернул, блядь, и пропал. О, блядь, да там серьезная хуйня стоит. Сейчас здесь 30. Познает ярость геремета, блядь. Блядь, не опустить ствол. Блядь, УВНы тоже не завезли. О, тихо, тихо, тихо. Это младший брат Буратоса приехал. Ну, смотрите, что сейчас будет. Иди в жопу, тупая жопа, блядь. Ну, сзади же был какой-то союзник синенький, я его видел. СУ-5-1, ёпта, разлетелась просто на молекулы от попадания. Так, что у меня с дулом? Да вроде все, блядь, нормально. Я могу из этого выстрелить? Наводчик Киржаковченко, доложите обстановку. Ну, блядь, она сейчас нахуй. Нет, я не мог из этого выстрелить, но выстрелил. Хуй знает, что это происходит. Что тут понакодили. О, бонжурь мхе. И понятно, как, блядь, вот нахуя так делать? Типа, выстрел есть, но выстрела как бы нету. Блядь, вот нельзя какой-то сделать. Вот щелчок, там, что-нибудь такое, типа, вот такой, вот прям вот этот, вот такой звук, вот прям улитки. Вот прям вырежете аудиодорожку и вставьте, вот специально для вас. Вот, вот, блядь, хочешь выстрелить, у тебя что-то повреждено, но не можешь ты. Все, блядь. И ты понял, ага, нихуя, блядь, не получил. Нет, у вас, блядь, пиздык, блядь, выстрел, там, что-то. Иногда даже снаряд летит. И, типа, нихуя на самом деле этого нет. Блядь, потому что тебе кажется, у тебя же, блядь, что-то там сломано нахуй. Ну, как бы ты визуально видишь, но, ёпта, это галюны. Ты пиздец какой-то. Вообще, напрямую-то она где-то тридцатку разгоняется. В принципе, неплохо. Но как только доходит дело до подъема в гору, блядь. Я считаю, что не исторично то, что три танкиста, блядь, сидят в машине и ждут, когда она поднимется. Потому что, ну, по реализму они должны выпрыгнуть и, конечно же, эту машину толкать втроем, ёпта, впереди себя ее. Да иди нахуй, блядь, господи. Я только что смотрел, никого уже не было, блядь. Ну, понятно, это мистер, мистер отключенный раститель. Да-да-да-да-да-да-да-да, кого-то убило, блядь. Да. Ну, ты, сука, блядь, конечно, и пизда, блядь. Блядь, серьезно. Во-первых, она меньше бета-7. Это интересно, потому что я думал, что она больше. Во-вторых, она вообще нахуй не хочет поворачиваться. Мне вот вообще интересно формула влияния выживших членов экипажа на возможности поворота у этой машины. Типа, блядь, чё, каких танкистов убило у нее гусениц, хуёй, и сразу крутиться начали. Или как это, блядь, работает? Короче, первый ранг однозначно идет нахуй, потому что слишком маленькие, незаметные, юркие машины. То есть, блядь, на этом танке, играть на этом Берри, все равно, что нахуй с поленом за комаром, блядь, по комнате охотиться. И удовольствие, блядь, примерно столько же, полная хуйня. Давайте сразу едем на 2.7, посмотрим, что там будет. Ну, другое дело, наконец-то нормальная карта. Ни Кубань, блядь, ни Карелия, ни Поля-Полей, ни Поля-Полей Польши, ни, блядь, наркомандия, ни Фульда. Ай, прекрасная Швеция, блядь, отличная карта с улицами, с домами, без простреливаемых мест. Вообще, глядя на то, с какой машины начинает свой путь шведская линейка самоходок, задаешься вопросом, что же там дальше-то, нахуй? Там, блядь, Звезда Смерти, что ли, на 10-м Берри, может, там ГВ-Тигр какой-нибудь приармянился шведский. Просто куда, ёпты? БР-1.7, самая первая машина, блядь, в ветке, и, нахуй, такая дура сразу, ни хера себе. Вот это подгон, блядь. Ну, с другой стороны, баллистика тут такая, как будто, ёпты, она ядрами стреляет. Серьёзно. Вот этими, из бременских музыкантов, знаете, эти пушки такие круглые. А, мне нужны чёткие фланговые манёвры. Пизда. Да. Ну, ты, блядь, очухаешься сегодня, пиздосий. Это был чёткий фугасный пиздак, но, типа, ему похуй. Выстрел, которым его должно было нахуй перевернуть, ему порвал гусеницу и сломал двигло. Позойду поближе, может, вблизи урон будет более разрушительным. Ой, ему ещё, по-моему, ну, конечно, блядь. Ну, конечно, вот у него-то команда есть, а я тут один, похоже, играю, блядь. За всю хуйню. Пизда-то, меня убили, а прострелив сзади броню рукой. Ну, конечно же, месть не заставился долго ждать. Вот мстить тут, блядь, мастера, пиздец, везде. Затя всегда, нахуй, отомстят. Спасти хуй ты, блядь, когда дождёшься. Ох, ёбаный рот. Блядь, да как ты-то не сдохла, ты чё, ебанулась, мать? Ты чё, нахуй? Блядь, у него люди на улице сидят, ёбаный, их ветром продувай, иди в пизду, блядь. Нет, ну ты, ну ты чёрт, блядь, серьёзно. Я тут, нахуй, контент снимаю жизненно важный, блядь. Пыжусь тут, блядь, на говне, на каком-то, чтобы ты мне фраг... Не, ну ты вообще не человек, да, блядь. Таких помощников после смерти ждёт котёл с хуями, блядь. С живыми, блядь, шевеляющимися. Опа. Блядь, ну это медаль Киркорова ща будет. Да, ну тут понятно. Собственно, панзер-яйгер это самого сюда хуй по-ми как занесло. О-о-о-о! Моё почтение, с чего это вы переб... Опять этот, опять этот, ёб твою мать, японяка, да? Японяка ж, по-моему. Ну там перезарядка, ну реально звезда смерти. А, нет, хватило. Штанина, блядь, на CH-LG. Как это CH-LG, блядь, не пизданулось от моего попадания с ваншота, я, блядь, до сих пор вахуй. Наверное, на гарантии, блядь, танк, ёпта, от LG. На капитальный, блядь. Вот, собственно, вот он коптит небо. Ну ладно, не самый удачный бой, но, наверное, не самый, всё-таки, подходящий карты для вот этой самоходочки. О, ну вот это карта карт прям, вот здесь сейчас вот точно попрёт, блядь. У-у-у-у! М3А3 просто улетел. Он как раз ещё в зимнем камуфляже, наверное, думал, что камуфляж делал этого невидимкой. Так, а ты здесь один или с мамой был? Наверное, с мамой. Мама там кого-то окучивает уже. Ох, нихуя. Это откуда, блядь, сюда? Ой, ёптвою мать. Так вот откуда. О-о-о! Ну, Михалыч, держись, блядь. Блядь, да откуда нахуй столько скорострельности, блядь? Вот это вот нахуй. Ты чё охуел, блядь? Ты на перезарядку, ёбаный рот, собираешься? Пиздец, блядь. А что, у меня что-то не так, по-моему, так и выглядело, не? Мне кажется, я в порядке. Бонжур ту жур. Как раз француз, да? Пиздец, наверное, он подумал, что по нему бомбардировщик бомбы, ёбнул. А нет. Это малыш из PGFM. Какое, блядь, тупое название. Как будто, блядь, волна радиостанции какая-то, нахуй. О-о-о-о. Я-я. Кенская волость. Просто ёбаный рот. Айсберг по Титанику тише ёбнул, чем это попадание. Кто-то, блядь, там мне подпёрдывает стоит. Вот. Вот это, блядь, выстрел. А не твои вот эти пистоны. Буксуя по этой карте, меня посещает мысль, что лучше бы они это орудие на санке установили, блядь. На санке и в оленя, нахуй, запрячь. Всё, блядь, и поехали. Блядь, уже точку захватили. Сейчас, конечно, он пожалеет о своё содеянном. Когда ему в жопу вонзиться тротило больше, чем на Хиросиму скинули. Блядь, дай бог здоровья тому, кто вот это дерьмо сюда накидал. Просто вот, блядь, такой молодец. Так охуенно сделал, блядь. Всё же, что я дымовую завесу противнику подарил. На, ёпты. Ну, они там ещё и на кабриолете болтовали. Тут, конечно, да. Можно было и с пистолета застрелить подойти. 15 сантиметров, шлюгин 33 без сифтваффе там. Как сказал бы Явлеева, мелкашка какая-то. Опа-на. Ну, ты понял, да, что ты уже умер? Да, вот это другое дело, вот. Вот пошла жара, да. Шесть фрагобасиков нахер привёз, блядь. Блядь, какой ты гандон. Вот просто, блядь, слов нет. Вот, блядь, стоит там за ёлкой, блядь, и сытся в штанишки. Выехать и сразиться, как викинг с викингом. Блядь, он меня пинбольным шаром, что, любил? Что это? Что это за пиздец? Но, тем не менее, наш малыш SPG FM показал себя нихреново в этом бою. Наколотив небольшую кучку фрагов. Причём всех из них он заваншотил. Так что результаты теста можно признать удовлетворительными. А это значит, мы идем дальше. Ныне много, ни мало. Три и семь. Так, ну всё. Сейчас нас ждут по-настоящему серьёзные враги и по-настоящему серьёзная карта. Восточная Европа — это вам не хрен собачий. Поставить три точки в ряд настолько близко друг к другу на огромной карте — это по-настоящему великий замысел коварного гения. По-другому я эту карту назвать не могу. К хренам весь этот левый берег, вот эти все поля, там чё-то ещё половина города нахер они нужны. Вот мы три точки поставим. Мы все три точки поставим на одном берегу. И пусть там люди месяца, как Заневский пятачок. Вот, кстати, не припомню, чтобы я уезжал от хорошей драки, сука, налево. Я даже не знаю, есть ли тут шанс кого-то встретить. Но это War Thunder. Шанс кого-то встретить здесь есть всегда и везде. Знаете, что вообще у War Thunder и Игры Престолов? Здесь тоже есть каменные люди. Если вы сейчас нихрена не поняли, не обращайте внимания. Это чисто локальный мемис. Так, ну что? Кого-то надо отбунжурить. Как насчёт вот этого Т-34? Хорошо пошло. Так, а вот смогу ли я перекинуть в стиле Криштиана и Рональда и вот это вот залупню? Ох, смог. Вот это распидорасило. По-моему, там даже несколько полегло. Нет, один, к сожалению. Это, наверное, впервые за всю историю моей игры в War Thunder. Я реализовал вот эту конченую баллистику, перебросив снаряд через кирпичную стену. Ну, потом хомут какой-то выехал. Ебать, там пиздец что-то. Что-то невер... Блядь. Нихуя, у меня пулемёт есть. Нормально, да? Открытие, блядь, для пятого боя. Блядь, серьёзно, а где он? Откуда, блядь, ты стреляешь? А-а-а! Нихуя себе. Не, ну гениально. О-о-о! А вот кавет, нихуя! Вот это да! Эта жлыга танканула пять килограмм фугаса. Он просто, блядь, реально принял на грудь шесть килограммов отъявленной взрывчатки, блядь, и ему просто похуй. Интересно, интересно. Ну, не будем в очередной раз вспоминать нерв бугагасов, который, собственно, и кастрировал весь этот замечательный, выдающийся урон, превратив всю фугасную технику в посмешище. До сих пор загадка, нахера это было сделано? Это живое? Нет, наверное, а что она в мою сторону навелась? Так, ну что, я ещё целый один раз, наверное, могу ёбнуть по КВ. Вдруг это была осечка? Нет, это не была осечка. Это был знак, что иди-ка ты нахуй, друг, со своими фугасами, блядь. Я КВ, и мне всё до пизды. Нет. Помощь уничтожения. А, вот это да! Чётко насырно, по-другому не сказать. А я ещё думаю, чё он, блядь, летит на меня? Уебать его, что ли, на подлёте гирей? А это он, оказывается, КВ-ху забомбил. Спасибо. Спасибо, мой крылатый бро, за это чудесное спасение. Господи. Не часто, блядь, меня кто-то спасает в этой игре. Так, понятно. Значит, всё-таки с бронированными целями у нас проблемам быть. Угу. А вот японяка сейчас точно отлетит? Не точно. Не хочет он отлетать. Видимо, в ангаре Мурана. Мама домой ещё не звала. Торчит ли у меня что-нибудь? Может ли он... Да. Макс Армата, блядь. Хоть где-то у тебя Армата, да? Макс Армата положил конец моим страданиям. Просто тупо ёбнув в рубку. Отлично. Там ещё у меня водитель так головой крутит. Типа, блядь, я чё, последний остался? Ебать, не, ну я домой. Эх, эти прекрасные, жалкие попытки медленно стрельной зенитки поразить бобра вдали. И вообще кого-то поразить. Но, тем не менее, на количество экипажей я всё-таки благополучно отправил в ангар. Отправил бы их ещё больше, если бы мне чуть больше повезло. И если бы я не встретил КВ-1. Но получилось, что получилось. Чё-то врагов живых, походу, вообще не осталось, да? М-м-м, кого-то я нашёл. Зениточка. Расскажи, Зениточка, где была? Расскажи, Камила, как дела? Жопу оторвали мне дры на воз. Нахуй ты снаряд свой сюда привёз, блядь. Нихуя, тихо, блядь, зрение, пожалей, ёбаный рот, что творишь, блядь. Наркоман, блядь. Пиздэк, ещё одно улетело. БТР-150, блядь, за них уже БТР и воюют, ёпты. Откуда у них эта современная армия? Бля, а это Т-15 армата, наверное, едет, давай. Хуя, ты шустрый. А, я видел этот пулемёт в водном мире. Да-да-да. Блядь, а как она водителя-то убила, пиздец. У него там чё, дверь открытая, что ли? Сука, мандовушка ебучая. Ну и чё, блядь, ну, сзади трое, я согласен. Ну, умерли, ну, два водителя же. То есть мне по какой-то привод жизненно важный отстрелили, да? Без которого моя машина, ну, никак не могла дальше жить. Ну, в итоге, вместе с двумя халявными зенитками, четыре фрага, это значит, что, в принципе, ну, конечно, блядь, не 11, как у немецкого КВ. У чувака вне клана, блядь, да, подозрительно всегда, когда чувак вне клана, а фрагов до хуя. Но, тем не менее, значит, что и на этом БРе, на этой машинке всё ещё можно кого-то ковырять. Окей, едем дальше. Но БРА-4.7, к сожалению, у шведов нет, поэтому прыгаем сразу на 5.0. 5.0, ребята, на танке 1.7, да ещё и на каком, на фугасном. Я, конечно, понимаю, что многие скажут, что на Т-34 можно и Абрамс, дескать, застрелить. Можно, конечно, да, но попробуйте застрелить и Абрамс на фугасном говнище с БРом 1.7. Не забудьте поделиться потом опытом в комментах. Честно говоря, я, глядя на эту карту, не думаю, что мне вообще удастся куда-то подъехать на адекватную дистанцию наводки. Но танки на этом БР уже, конечно, интересные. Вот жалко, что немцы за нас, я бы хотел именно по ним из фугасов выстрелить. А то с советами-то всё понятно, советы созданы, чтобы умирать от кого угодно и желательно с первого же попадания. Так, ну мы стратегически верно отдали точку Б. Значит, что в кого-нибудь на точке Б можно, наверное, залупнуть. Ой, блядь! Т-34-85 просто разлетелся, нахуй. Блядь, мне ещё звук нравится такой, как будто, я не знаю, катапульта какая-то, блядь, сработала, как будто в эту трубу дунули, а не выстрелили просто. Всё, полетела дура смерти. Карать, взрывать и наказывать. Пиздец. Не, я в ремонте не помощник. Моё дело нести смерть вот таким вот. Кушлом. Давай-давай ещё. Блядь! Ебучая коряга! Нахуй ты тут выросла, блядь, серьёзно? Блядь, я не могу даже вот это дерево побороть. Ты посмотри, ну вот, сука, оно так и осталось. Торчать. Мудилище голимое. Ещё он Тэшка. Блядь, всё, ладно, я промахнулся, но он-то как не попал. Он сейчас Тигр ещё одного накажет. Давай, давай они его на меня, блядь, я в эту встречу. Это Тимворк, пацаны, Тимворк. Какой-то AC-4. Не знаю, какого герцога эти инициалы. Пиздык. И у нас отправляется в ангар не кто-нибудь, а ИС-1, мать его. Да мне по... Убивай. Убивай на здоровье кусок дерьма, кто бы то там ни было. АМХ-13, ДСА, блядь. Какая-то пулемётная залупа. Осколок льда, боже, вот это ник. Вот это пиздец. Ну ладно. Итого, за одну смерть я нарубил... Сколько высокоранговых относительно меня людей? Троих. Да я, блядь, в топе вообще, пиздец. В топе этой Тимы. Блядь, да там наших бьют, ёб твою мать. Ой. А Шерман танканул. Нихуя себе. Ну что, лишний раз доказывает, что дедовская броня в этой игре самая песосная. Не знаю, чё там с этими легендарными углами наклонов и прочей хернёй. В игре это просто сплав хрусталя и шифера. Замес, конечно, да. Ну на этом Берри вот реально на этой карте адекватно играть. Представьте, что тут Абрамсы и Леопарды какие-нибудь рубятся. Это вообще мрак. Так, там опять какая-то неведомая грузовая хрень поехала. Поехала, поехала. И хер пойми, куда уехала. Бля, мне кажется, что у меня какой-то перк незаметности прокачался у этого танка. Сюрпрайз. Ну, деды, блядь, я говорю, это... Пиздец, вот это ядерный уже скинул. Пытаясь остановить наше наступление, во главе которого двигается какая-то непонятная фугасная хуйня. Ща попробуем на этот хернейший фланг давануть. Вот это, блядь, урно будет. Ага. Дадим деду пожить немножко. Блядь, ща дед, вот мне и перетащат. Ну-ка нахуй, за мангалом надо спрятаться. Да, дед повернул свою нахмуренную башню, но сейчас ему М4А4 всекет. Блядь, М4 все к хуй пойми кому, блядь, но только не деду. Уважает, видимо, чтит. Да, вот кто-то не чтит. Так оно и бывает. Да, но шерманы, шерманы танкуют. Не, ну, в принципе, если бы я, возможно, просто в борт куда-то выстрелил, но не было времени прицеливать. Тут уже М4А4 навелся. Бумага ебучая, блядь. Ой, ёпта, ну, как-то, давай, давай вот так как-нибудь, блядь, может, ёбаный перелет, блядь. Ай, блядь, ну и дайте вы ему пожить вот на 20 секунд. Дайте, пожалуйста, я ему пёзну, блядь. Я вот очень хочу ему гирю туда заслать. Минометную, блядь. Хуй, там плавал, ну, попадание. Ну, вот потому что по нему стреляли, блядь, и он поехал, если бы стоял. Тут, конечно, скорость снаряда, ёпта, уровня запуска болванки на резинке от трусов, поэтому по движущейся цели из этой машины только на удачу стрелять. Каратель. Медаль-каратель плюс, блядь, разные медали видел, но карателя, по-моему, не видел ещё никогда. Ну да, я их реально покарал, блядь, фугасом. Да, неплохо. Абр-5-0. Собственно, дальше только шестой, седьмой и так далее. И вот, начиная с шестого, мне кажется, уже смысла в фугасах нет окончательно. Точнее, фугасы окончательно теряют всякий шанс сделать фраги. Потому что, кого мы там будем видеть? Тигр-2, ну, у дедов-то понятно, там, Т-44-Стонер какой-нибудь и прочие приколы, и сможет второй. Тигр-2, Федя, толстые утиги пантеры, очередные невероятные шерманы, даже британские Блэк Принцы, они, скорее всего, будут танковать фугасы вообще любыми местами, даже если встанут раком и раздвинут гусли, ты им нихрена не сможешь сделать. Вот. Нет, конечно, можно попробовать скататься, но сразу говорю, что я лично доволен и тем, что этот танк все еще может делать на 5.0. Шестерку, ну, скорее всего, не потянет, но уже ничего удивительного в этом, конечно же, не будет. Что ж, к сожалению, танков с БРМ 6.0 или что-то около того у шведов нет. Есть либо 5.7, либо 6.7. Когда встает такой выбор, я обычно говорю, дайте 2.5.7, пожалуйста. Ладно, посмотрим, что могут Бугагасы в свой последний вызов, потому что дальше уже, ну, точно смысла нет выгадывать эту машину. Там уж извините. Но против нас, кстати, из представителей картонных наций, наверное, только Советский Союз и Франция, потому что японяки, англикосы и американцы Бугагасу не сдадутся. Вообще, на этом ранге машины уже настолько быстрые и юркие по сравнению со мной, что вызывают сомнения, смогу ли я вообще хоть кого-нибудь выстрелить. Кстати, смотрите, как круто. Под дырявую крышу заехал, а снег падает, перестал. И даже не падает, типа, вот, если на улицу смотреть, надо выехать именно, да, чтобы снег пошел. Да, ну, долюбовал себя снегом, что гомно, блять, обклеенное кустами и стоящее на кемперском простреле заполучило мощнейший, сука, фракцию коллекцию, блять. Убило машину с рейтингом 1.7, пиздец. Пусть подобные успехи сопутствуют тебе всю жизнь, чувак. Ты их заслужил. Ну, давай. А, блять. О, да ладно, блять. Сука. Ох, состоялось покорение Эвереста. Блять, мне эта перхоть реально мешает видеть. Как же бесит, блять. Ох ты. Блять, тигр, тебя тут ждут, не выезжай. Ну, в Т-34-85 уже была такая добыча. Мне интересно, надо что побольше. Посытнее, что-нибудь, так сказать. Опа. Тигр, блять, ахтунг, ахтунг. Блять. Блять. Пизда ему. Ну, сейчас он познает мою страшную месть, как только этот тигр закончит коптить тут атмосферу. Давай, уёбывай. А я смотрю, советские танкисты вовсю используют тактику засад. Ооо. Сочно. Сочно хуёчно. Но хотя бы загорелся и на том спасибо. Вот если интересно, по башне ему пёзнуть оторвёт. Ну, не оторвало, но экипаж весь сменил прописку с танка на кладбище. Да, ездит эта машина как говно, вот что ни говори. Пошёл ты в жопу, конь педальный. Ой, тут чья-то секосная булочка торчит. Если, блять, моя это уебанка, блять, ебаная, хоть, блять, не может, сука, жопой сломать какую-то ржавую, продроченную, блять, термитами трубу, уёбище. Пиздец, блять. И ствол не опустить, конечно же, потому что не ехать. Ну и, конечно же, большой и мощный коричневый нот, и в конце этого видео станут пески синая, блять, да куда ж ты, сука, за без них. Шо вы, блять, по мне стреляете, шо вам, собственно, не нравится? Моя машина? Поцелуйте мою выхлопную трубу. Вот это, блять. Кого-то там взадетектили, но я, блять, хоть ты выебись, не вижу, кого. Блин, ну, чел, бон, ебаный. Хуясь. И оно живое. Ну, то, о чем я говорил, блять, в американце вообще нет смысла фугасами хуярить. Бразум просто насрать вообще. Че-то, блять, взорвалось, че-то по танку ебануло, блять, хуя какая-то. Знаете, еще раз все. Писюна сломали, теперь можно подъехать поближе. Подвезти, так сказать, ствол к жопе. В смысле, блять? О, блять, так у него еще пулемет есть? Или из чего это он ебнул? Как он, блять, ствол-то починил за секунду? У него, блять, че, контрабанда ремка из картошки, блять? Че-то хуйня, ёб твою мать. Только что сломал, блять, он уже починился. Упущенец, блять. Блять, это так жалко выглядит. Он даже бочки пустые, сука, не может раздавить. Ну, вообще, блять. Не, ну я как бы внимание это на себя отвлек, я много... Красавчик, блять. Это вообще тут нахуя, простите, вот эта завеса, она тут всралась. Зачем? Это же совсем, что ли, блять? Ебубо. Блять, тиграша, у меня за тебя плохие новости. Сейчас тут будет окружомба. Ух, блять. И нас будет ебстать. А, я один остался. А, у меня, блять, наводчика убило артударом. Ёбаный везучий случай, блять, а? Ну ты и гандон, блять. Нашел, когда подохнуть, чёрт, ёбаный. Ну, типа, всё, на этом БРе уже вот стрелять только в... Не то, что в определённые машины, а в определённые нации можно, блять. В советов, французов и в шведов, если они каким-то образом окажутся против нас. Всё, блять. Немцы забронированы, англичане забронированы. Американцы это вообще пиздец, там святая броня демократии. Хуй ты им чё сделаешь. Так что, я думаю, что на этом БРе заканчивается та зона влияния, на которую может воздействовать эта фугасная самоходка. Здесь уже вот на ней, как на резерве делать, абсолютно нехер. Ну, только если держать её на случай попадания против советов и французов. Там, я думаю, что фугасы до сих пор чего-то могут. Но непонятно конкретно от чего. Посыкивает, блять. Хе-хе-хе. Да, блять. Это всё равно, что, блять, ударами с Тайсоном размениваться нахер, будучи 50-килограммовым десятилетним ребёнком. Просто ему насрать было. Что ж, и на этом ужасном, как говорится, разочаровании у меня на сегодня всё. Пишите, что думаете, как вам такая машина, как вам такой формат. В общем, всё как всегда. Пишите, жмите. До новых встреч. Субтитры создавал DimaTorzok